Инструкция по христианскому образу жизни. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, с 12 по 22 стих. Будьте долготерпелы. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угошайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Размышления, часть 1. Стремление творить добро. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, с 12 по 15 стих. Христиан призывают жить нравственной жизнью. Однако христианская вера глубже, чем просто совершение добрых дел. Христианская нравственность проистекает из нашей приверженности любящему Господу, которая также является основой и наших отношений друг с другом. Христианский образ жизни – это не про нас самих, а про жизнь благочестивой любви, которая проявляется в наших отношениях с окружающими. Подбадривая наших лидеров, направляя братьев во Христе и поддерживая слабых, мы тем самым выражаем любовь к Богу. А чтобы иметь здоровые отношения с Ним, мы должны иметь здоровые отношения и с верующими, близкими и далекими. Как говорит Иисус, Применение Что означает, что источником наших добрых дел по отношению к другим является любовь к Богу? Как вы можете выразить уважение к лидеру церкви, ободрить другого верующего или помочь тому, кто сейчас слаб? Размышления, часть 2. Дисциплины для роста. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, с 16 по 22 стих. Бог дал нам духовные дисциплины, чтобы помочь расти в правильных отношениях с Ним и друг с другом. Благодарность, молитва и хвала – это то, как мы можем отвечать Ему, независимо от того, столкнулись ли мы с гонениями или наслаждаемся изобилием. Эти действия, может, и не имеют смысла в глазах мира, но мы знаем, что Бог замечает и принимает их от Своих детей. К тому же, Святой Дух помогает нам преодолевать тяготы, и это ободряет и побуждает нас просить Бога о силе, чтобы все выдерживать, пока Он продолжает освящать нас. Он говорит с нами через Своё Слово и других верующих, и дает нам способность распознавать Его голос. Так что, имея все эти Божьи дары, давайте возрастать, держась за все хорошее и отвергая всякое зло. Применение. Какие духовные дисциплины вы практикуете? Как они помогают вам укрепляться в вере? Молитва. Отец Небесный, благодарю Тебя за добрые дары, которые Ты даешь, и за надежду, которые мы имеем в Иисусе Христе. Пусть Дух Святой научит меня любить и служить верующим, и всем остальным вокруг. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Дорогие друзья, мы запускаем телеграм-канал издательства. В канале мы будем публиковать ежедневное тихое время, делиться анонсами новых книг и мероприятий, рассказывать о жизни издательства. Из-за трудностей в работе Ютуба мы очень хотим продолжать оставаться с вами на связи и приглашаем присоединиться к нашему телеграм-каналу. Мир Божий, дорогие друзья! У нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok